Национальное агентство по регулированию в энергетике установило максимальные цены на горючее на 3 марта. Так, бензин подорожал на 30 банов, его стоимость составила на сегодня 24 лея 70 банов. Водители, которые сегодня заправлялись на автозаправочной станции, считают, что цены очень высокие. Тяжело, но справляемся, потому что надо. Пешком сейчас тоже не заработаешь. Справляемся, что делать. Раньше заливали 300 лея, многие дела могли решать, а сейчас вот опять на 25 копеек поднялся за одну сутку. Не удивлюсь, что до конца марта будет, среди апреля будет 30 лея дизель, солярка. Я уже молчу про бензин, но я езжу на дизель, я знаю. С вашим компараторией. Нам все равно приходится приезжать из села в город. Мы приезжаем в поликлинику за медицинской помощью. Цены на бензин просто очень завышены, а пенсия маленькая. Приезжаю с радикатами. Не знаю дальше, что будет, но с нашей стороны мы на пенсии, пенсия маленькая. Вот не хватает. Вот один раз в неделю, если бы ходим на машину. Своё мнение по этому поводу высказала эксперт Галина Шеларь. Поскольку я сегодня смотрела, условно говоря, рост на рынке тех энергоемких отроклей промышленных, то я думаю, что наши автозаправочные станции, ну просто, я не знаю, какие у них запасы, это вы спрашиваете у специалистов, но я думаю, что наши заправочные станции, независимо от конкретной ситуации в стране, они просто пользуются ситуацией и повышаются цены. Понятно, что цены на рынке растут, и это общая ситуация, но просто я абсолютно уверена, что то топливо, которое сейчас продаётся на заправочных станциях, оно законтрактовано и привезено в несколько другой ситуации, а продаётся, исходя из ситуации сегодняшнего дня. Но могу сказать одно, что, например, на этой неделе правительство Соединенных Штатов Америки впервые в 70-х годах официально объявило о том, что начинается государственное регулирование цен на некоторые товары, в том числе энергоносители. Стоимость топлива в Республике Молдова повысилась с августа 2021 года, вслед за ростом цен на нефть. Ирина Караман, Влад Табачук, Алексей Герчун, Новости ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова